Ни в коем случае не гасите собственные изжоги. Это крайне опасно для вашего мозга. Отрыжка, изжога, тяжесть после еды, отсутствие сил, нежелание что-либо делать, апатия. Очень много подобных жалоб приходит к нам, особенно в праздничные дни. В этом видео я вам расскажу, как нельзя гасить изжогу, потому что это крайне опасно для вашего здоровья. И покажу способы, при помощи которых вы сами сможете максимально безопасно для себя справиться с этими проблемами. Потратив на это меньше двух минут. Не забудьте зарегистрироваться и прийти на наш новый интенсив, на котором мы будем системно, ежедневно, в течение шести дней останавливаться на тонкостях развития изжоги, отрыжки и самостоятельных способах их купирования. Уважаемые зрители, настоятельная просьба. Те, у кого сейчас изжога, выполните этих два простых действия, которые я показываю в видео, и напишите, пожалуйста, как изменились ваши ощущения. А мы их обязательно прокомментируем и укажем на их значение для вас. Чем чаще вы монкируете своим правильным пищеварением, чем чаще вы монкируете своей функционально-физиологической, генетически обусловленной желчилогикой, тем вы быстрее становитесь на путь, к сожалению, онкологии мозга. По одной простой причине. По одной простой причине, эта причина связана с тем, что наши нейросинаптические сигналы, которые поддерживаются функционалом желудочно-кишечного тракта, я уже говорил вам о вчерашнем видео, они таким образом организованы, что у них нет соития между собой, а у них есть система проведения сигналов. И как только у нас появляется изжога, в силу различных причин, то, гася эту изжогу, мы эти сигналы еще больше разводим друг от друга. Потому что, в данном контексте, это связано с тем, что желчь себя ведет неправильно, и гася вот эти все проявления со стороны желчи, как говорится, свято место пусто не бывает, на этих местах, на этих местах в мозгу или в мозге, у нас начинают формироваться свои суверенные организации, под названием клеточный рак мозга. Все различные глины, новообразования, все моменты, связанные с формированием мозговых кисл, мозговых аденом, как раз таки, это первый указатель на то, что нужно наводить порядок в желудочно-кишечном тракте, но не методом и не способом применения, так называемой, большой фармумы, а именно своими рефлекторными, как я уже говорил, генетически обусловленными механизмами. Почему это крайне важно? Потому что это во многих смыслах, на многих этапах нашей жизни человеческой предупреждает огромное количество тех или иных катастрофических в будущем обстоятельствах. И самое главное на сегодняшний день, конечно, это вот то, что рак мозга начинает пандемически шагать по нашей планете, а мы с Татьяной Владимировной Картаренко еще в 2020-2021 году предупреждали о том, что на пике ковида, на пике постковидных, вот этих всех обстоятельств, эти вещи будут приносить с собой огромное количество проблем. Это связано с эндокринологией, это связано с эндокринными проблемами, в первую очередь тех желез внутренней секреции, которые обеспечивают полноценную работу желудочно-кишечного тракта. На нашем новом шестидневном интенсиве в режиме реального времени мы покажем вам, как самостоятельно справляться с такими состояниями, как изжоги, отрыжки, сдутие живота, как купировать их самостоятельно быстро, легко и просто. Возвращая пищеварению и легкость, мозгу активность, надежность и выносливость. Не забудьте зарегистрироваться и прийти на интенсив. Ссылка в описании под этим видео. Обязательно приходите, чтобы научиться самостоятельно и безопасно улучшать свое состояние. Милости просим! А сейчас два маленьких упражнения, которые помогут вам самостоятельно, без большой фармакологии, избавиться от отрыжки и изжоги. Одна из самых знаменитых, уже ставшей бестселлером, это наша авторская точка Доктор Джелч. Лишний раз хочу вам напомнить ее, как найти. Проведите строго вертикальную линию вниз между вторым и третьим пальцем до пересечения с костным бордюром, с костным основанием большого пальца. Если вы левша, начинаете воздействовать на это место в течение 40-50 секунд по часовой стрелке, по отношению к собственному телу. Если вы правша, начинаете делать это справа, а через 40-50 секунд меняете с местами воздействия. Для того, чтобы закрепить это противоизжоговое состояние, следующее упражнение, это применение не менее знаменитого приема, под названием сердечные крючки, которые выполняются при помощи мизинцев. Что мы с вами делаем? Вот таким вот образом, объединяем между собой мизинцы, выводим их на уровень солнечного сплетения и на расстоянии 10-15 сантиметров, на высоте резкого выдоха, не дыша в течение 5 секунд, пытаемся разорвать сердечные крючки. Готовы? Вдохнули, резко выдохнули, всего лишь 5 секунд. И обязательно напишите, насколько наши упражнения помогают вам, помогли вам. А мы обязательно, Статьяна Вадимовна, ответим на все ваши комментарии, на все ваши замечания, и с удовольствием покажем вам и лечебное, и диагностическое значение выполнения этих мероприятий. Уважаемые коллеги, хотелось бы с вами поделиться нашим и с Татьяной Вадимовной наблюдением по поводу того, как ведут себя люди, когда в той или иной степени испытывают состояние изжоги. Итак, мы начнем с первого наблюдения. Если во время изжоги вы делаете вот такие вот успокаивающие, поглаживающие движения, имейте, пожалуйста, в виду, что эта изжога указывает на максимальное воздействие своей катастрофичности, на так называемый кардиальный отдел желудка, на систему бифуркации бронхиального дерева, что, в свою очередь, может вызывать как развитие стенокардии, как развитие ишемии в области сердца, ровно также, как и стать причиной острого или хронического бронхита. Если вы во время изжоги делаете вот такое вот движение, имейте, пожалуйста, в виду, что у вас начинает страдать система дуги аорты, от которой отходит правая и левая сонная артерия и артерия, которая питает щитовидную железу. Это, опять же, очень важно с той точки зрения, вызывают ли эти изменения в области левой или правой сонной артерии, последствия такие, как изменение слуха, изменение зрения, желание прислушаться, желание приглядеться, желание, извините, даже принюхаться. А с точки зрения того, что есть вот такое вот состояние, вот такое состояние, когда хочется, вот, в буквальном смысле, вытащить шею из захвата, изжоги, то это говорит о том, что ваша щитовидная железа находится в плену захвата, как раз таки, со стороны того самого момента, когда начинают страдать мышцы шеи, особенно боковые и боковые задние. То есть, зачастую, как раз таки, изжоги являются, в некоторых случаях, причинами формирования протрузий с последующим развитием дискогенных радикулитов по типу грыж, особенно в шейном отделе позвоночника. Не забудьте зарегистрироваться и прийти на наш новый интенсив, на котором мы будем системно, ежедневно, в течение шести дней останавливаться на тонкостях развития изжоги, отрыжки и самостоятельных способов их купирования. Используя эти приемы, вы легко и быстро сможете справиться с ферментной недостаточностью, купировать немотивированные вздутия, убрать боли в области желудка и тяжесть в левом и правом подреберьях. Тем самым, вы можете предупреждать развитие боли в области поясницы, в области ног, предупреждать развитие судорог в вечерние и ночные часы в области нижних конечностей, научиться избегать синдрома беспокоенных ног, помогать себе комплексно и делать собственный мозг более продуктивным. Обязательно приходите и будьте здоровы вместе с нами. Проявление изжоги многообразно и имеет свой диагностический характер. Если вы испытываете изжогу, понаблюдайте за своими непроизвольными действиями и они укажут вам на те нарушения, которые уже или сформировались, или только начинают формироваться в вашем организме.